На прошлой неделе в Минске скончался Владимир Маккей, министр иностранных дел Беларуси, которого не раз называли возможным преемником Лукашенко, а некоторые видели в нем даже потенциального заговорщика. Загадочный не столько обстоятельство смерти нашего самого известного министра, сколько совсем уж сдержанный тон реакции официальных ведомств и провластных СМИ. Как бы то ни было, потенциальных преемников Лукашенко, способных прийти к власти в ходе внутренних многоходовочек либо вполне реального заговора, стало на одного меньше. Сегодня мы расскажем о топ-5 претендентах на лукашенковское кресло в случае внезапной кончины диктатора, перестановки власти по казахстанскому сценарию либо любых других рандомных событий. Несмотря на то, что Конституция у нас не под женщину, Наталья Качанова, нынешняя председательница Совета Республики и верная поклонница Лукашенко, не раз фигурировала среди потенциальных преемниц и даже в шутку или не в шутку приводилась в пример самим диктаторам. Ты прожженный уже готовый президент. Качанова – идеальная номенклатурщица. Начинала свою карьеру с самых низов, пройдя путь от рядового инженера Полоцкого водоканала, а затем начальницы отдела ЖКХ и зампреда горисполкома до заместителя премьер-министра, главы администрации Лукашенко и, наконец, главы Совета Республики. Похоже, что Качанова действительно верит в лукашенковскую идеологию, если ее можно так назвать. Верно отстаивает позиции самопровозглашенного президента, верит в теории заговора, считает массовой репрессией нормальной практикой. В общем, является идеальной кандидаткой на позицию полностью контролируемого Лукашенко-наследника. Однако, станет ли так называемая номенклатура воспринимать Качанову хотя бы на 50% так же серьезно, как Лукашенко? Вопрос открытый. Да и политической чуйки и предприимчивости у Натальи Ивановны явно не то чтобы много. Типичный военный функционер, нынешний председатель Совбеза Беларуси Александр Вольфович также часто фигурирует в различных СМИ как потенциальный заговорщик. Не совсем в пользу демократических сил. Вольфович родился и вырос в России, окончил Московское высшее общевойсковое училище, а позже военную академию генштаба России. Имеет плотные связи с российским генералитетом, при этом успел послужить и в Беларуси, и наверняка лично знает ключевых людей военной вертикали республики. Формально в случае насильственной смерти Лукашенко пост исполняющего обязанности президента занимает председатель Совета Республики, то есть Сарма Качанова. Однако именно решения Совбеза будут регулировать ее деятельность и определять дальнейший порядок установления новых властных отношений. Большинство мест в Совете Безопасности занимают именно силовики, поэтому достаточно легко представить ситуацию, в которой политическое руководство будет замечено военными, а реальная власть перейдет секретарю Совбеза, то есть самому Вольфовичу. Виктор Шейман, вечный соратник Лукашенко, при определенных обстоятельствах способен стать его жалкой пародией. Может оказаться тем самым челом, который предаст в последний момент, либо же займет кресло президента как еще более доверенное лицо, чем сама Качанова. Именно Шейман является одним из архитекторов сложившейся государственной системы. Побывав в различных ролях от главы Совбеза и главы администрации президента до генерального прокурора, Шейман несет персональную ответственность за политические убийства 90-х. Вовлечен в множественные коррупционные схемы, обладает обширной информацией и связями как внутри страны, так и за рубежом. В начале 90-х Шейман также успел затесаться в компании Николая Статкевича и ряда будущих лидеров демократических сил. Стоял у истоков белорусских асфортований в Вайскоутсу, так что теоретически обладает определенными связями и с демократическими лидерами. Шейман может стать заменой в роли креатуры Лукашенко, либо в качестве самостоятельного игрока. Однако сможет ли он выдержать конкуренцию – вопрос спорный. Такой же вечный соратник Лукашенко, но с еще более обширным количеством контактов и какой-никакой узнаваемостью среди народа, Михаил Мясникович способен проявить себя в качестве лидера, несмотря на свой преклонный возраст. Мясникович – серый кардинал белорусской политики, способный вовремя выбирать сторону победителя. Именно Мясникович возглавлял предвыборный штаб Вячеслава Кебича, основного конкурента Лукашенко на первых и, пожалуй, единственных свободных выборах Беларуси в 1994 году. Однако вскоре, после победы самого Лукашенко, переметнулся в его команду. Побывав в должности премьер-министра, главы администрации президента и председателя Совета Республики, Мясникович бесспорно является одним из самых влиятельных людей системы и не раз выполнял функцию фактического посла на переговорах с Россией и странами Запада. Кстати, не так давно Мясникович был замечен на рейсе Варшава-Вильнюс, и что именно он делал в двух самых враждебных режимах странах, остается загадкой. В любом случае, на данный момент официально Мясникович далек от властных коридоров и занимает фактически пенсионерскую должность. Председателя коллегии Евразийской экономической комиссии пребывает на постоянной основе в Москве. Конечно же, в подобном топе нельзя не упомянуть хотя бы одного из сыновей самого Лукашенко. Из них именно Виктор является наиболее предприимчивой и влиятельной фигурой. Он не раз упоминался в СМИ как потенциальный заговорщик против собственного отца. Имеет обширные связи с Россией, такие же усы, а что самое главное, обладает по-настоящему золотой фамилией. Лукашенко-младший долгое время являлся высокопоставленным чиновником. Был членом Совета безопасности и помощником отца по тому же направлению. Виктор также курировал различные экономические проекты, имеет тесные связи с белорусским миллионером Александром Зайцевым и сыном скандального генпрокурора России Артемом Чайкой. В прошлом году белорусский диктатор освободил своего сына от должности помощника, на который Виктор пробыл целых 16 лет. Взамен Лукашенко-младший получил президентский пост, однако совсем не тот, на который рассчитывал. Виктора Лукашенко назначили президентом Национального Олимпийского комитета, как бы дав понять, что пока это максимум, на что он может рассчитывать. Как уже было сказано, Виктор не раз фигурировал в различных источниках как потенциальный заговорщик. Ему в частности приписывали организацию теракта в 2008 и 2011 годах, служивших основанием для ряда отставок среди белорусских силовиков и усиления его собственной роли. Как бы то ни было, логично предположить, что амбиции Лукашенко-младшего могут заходить настолько далеко, насколько это возможно, ведь наследственная власть в авторитарных режимах – штука распространенная. Конечно, нам и, надеюсь, что и вам, не хотелось бы, чтобы кто-то из этих персонажей имели хоть какое-то отношение к управлению нашей страной. Но такие сценарии, к сожалению, исключать нельзя. И будем надеяться, что подобные перестановки только ускорят падение авторитарного режима в Беларуси. А кто еще, на ваш взгляд, может оказаться в этом списке? С вами был Молодежный Блог. Обязательно подписывайтесь и ставьте лайки, если хотите увидеть больше объясняющих видео про белорусскую политику. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok